Ребят, привет! Немножко, чтобы отвлечься от всего происходящего. Дуэлька в пятерку. Как я понимаю, с британцем играю, поэтому тут у нас пинг такой большой с ним. Запад против востока. Мне уже майя выпали, а у моего соперника что? Сангай. Ну, по-моему, у меня получше, но хотя... Хотя, не знаю, только тут, мне кажется, больше от места зависит, чем от цивилизации, но вообще место у меня очень неплохое. Очень неплохое. Вообще, мне, наверное, хочется на оленей поставить. Жалко, с одной стороны... Мне, наверное, надо все-таки на холм сюда прыгнуть, чтобы точно убедиться. Жалко, что олени уйдут. А, блин, не увидел я. Но все-таки скорее на оленей надо ставить. Тут слишком выдвинуто вперед. Слишком выдвинуто... Ладно, на оленей поставлю все-таки. Возможно, не лучшая идея. Так, это еще не конец карты, кстати. 109 он, походу, не на море поставил. Да. Не на море, это хорошо. Так, ну с монумента начнем. Блин, я бы, наверное... Я бы, наверное, сначала пирамиды сразу открывал. Даже не... Ну, тут вряд ли будут рядом у нас... Лошади. Вряд ли рядом будут лошади. Так, давайте свою рожу выключу. О, сразу население. Кстати, это неплохо. Это неплохо. Да я, наверное, так оставлю уже, как оно сейчас есть. Так, пускай пока и идет. Я бы, наверное, пока не трогал лагерь. Потому что у городов... Когда встречу города-государство, у них может появиться просьба этот лагерь уничтожить. Так, что я хочу? Теху хочу. Окружающие земли. Ну, такой. Ну, тут, кстати, город встает нормально. Ну, средний, я бы сказал. Я бы назвал его средним, но, в принципе, три. Ну, я бы вот сюда ставил. На эту тундру. Сейчас слишком много лет. Блин, раз, два. Не, наверное, на тундру нормально будет. Ну, и так, предварительно пока. Так, блин. Два хода до пирамиды. Давайте, наверное, рабочего. Но я рабочего не буду до конца доделать. Я сначала... Ну, потому что пока у нас тут лагерь, мне нету смысла доделать. Тем более, что ему еще и обрабатывать даже нечего. О! Алматы. Встреча. У них... У Алматы киты? То есть, это означает, что вот здесь какое-то море будет с этой стороны. Ага. Ух ты, крокотау. Ну, вот это, как я, хреновато, крокотау, потому что я вряд ли... Нет, раз, два, три. Нет, не получится город поставить, чтобы его использовать. И получается, что не особо... Ну, то есть, я только счастье получил, что я его вижу. Не знаю, какой там у соперника, конечно. Чудо. Раз, два, три. Видите, я даже не могу... Ну, хотя... Раз, два, три. Хотя на какао ставится тогда крокотау, я достану. Ну, и здесь где-то можно будет поставить. Но мы все равно сначала будем на этой территории ставить город, потому что нам надо... Так как соперник не на воде, то нам ничто не мешает наши города отращивать. Блин, я хотел вообще-то переключиться на пирамиду. Это очень классно. Одно из лучших, мне кажется, уникальных зданий в игре. Потому что оно дает и веру, и науку при этом. У Сангая тоже здание на веру, но это оно заменяет храм, а не святилище. Что, конечно, подальше, но оно тоже неплохое. Оно, по-моему, культуру еще дает. О, у меня еще и два чудо. Ну, слушайте, мне тупо повезло с местностью. Ну, это чудо вот эта ГГшка заберет. То есть, повезло в том плане, что у моего соперника нету чудес. Все, вообще, демографию как-то глянем. Ну, выглядит, что у меня и стартовое место получше. Не, ну, по-моему, очень неплохо у меня здесь все. Кстати, а если я, интересно, амбар построю, то вот эта клетка будет больше давать еды? Потому что олень это амбарный ресурс, Гонконг не хочет мне хотя бы дань дать? Хочет, отлично. Алмата вряд ли даст, потому что она военная ГГшка. Сейчас хожу еще тут, посмотрю, что у нас. Ну, территории маловато, но в любом случае сюда город влазит и сюда куда-то город еще влазит. Не думаю, что мне надо стараться как-то к чуду поставить, потому что, скорее всего, это чудо заберет Гонконг. В принципе, город ставится, чтобы оба чудо забрать, но это надо кучу денег иметь для этого, чтобы сразу выкупить наверно, наверно, надо сейлинг пока открыть. Не забираю, видите, пока лагерь, потому что он легко у меня зачищается своим же... Так, ну... можно было бы взять, конечно, плюс 4 от чудес. чудес. Так, тундра нет, пожалуй, от рыбацких лодок. от рыбацких лодок, блин. Черт, я, походу, не успеваю пантеон сейчас взять еще. Что-то не соображу я. Ну, смотрите, вот здесь город не влазит. Раз, два, три, то есть сюда, но тут тогда Гонконг мешает. То есть влазит только сюда, тут ставить, мне кажется, фигово. то есть рыбацкие лодки, если только вот там, вот эти, вот эти три рыбацкие лодки, мне кажется, все-таки нету смысла брать на рыбацкие лодки пантеон. Блин, а что же взять тогда? Пастбище. От культура джунглей. Ну, тут ну, часть есть, но я это вырублю, когда какао буду обрабатывать. Часть от рек, но у меня только один город на реке будет стоять. Еда от банана цитрусовых нет тоже. Так, от жемчуга тоже фигня. Два от каменоломен. Ну, вот еще каменоломня. Ну, кстати, два от каменоломен. Давайте от каменоломен возьму. Очень долго я, конечно, решал это. Блин, а что я сюда встал? Ладно. И рабочего не не отправил обрабатывать. Слишком долго решал вопрос с пантеоном. Блин, я не представлял, что у меня соперник какой пантеон взял. Черт. Теперь пока я его не встречу, походу, я не увижу, да? Да, что-то тупанул опять. Что-то тупанул, ребят. Так, а он все еще не хочет этот, да? Но, в принципе, и не захочет этот лагерь. Чтобы город-государство захотел уничтожение лагеря, надо, чтобы с этого лагеря к нему хоть кто-то приходил. Что, наверное, имеет смысл. Так, давайте-ка вот тут вырубим лес. Календарь откроем. И... Холм-холм. Так, по идее, не должен обстреливать. Нет, все-таки обстреливает. Да что-то такое. Эти... Не очень хорошо помню в пятерке как видимость юнитов проверять. Ну, как, видят они или не видят. Так, надо зайти в город. Будем просто везти под защитой посела. Так, как я говорил, ну, игра сюда предлагает ставить. Но тут мы потом какой-то третий город поставим. Но надо будет сначала наши прибрежные города отъедать. Амбар, рыбацкая, бацкая лот. Ну, амбар надо. Иначе я без амбара не могу морские эти строить. Сначала амбар, потом, наверное, трирему. Ну, тут я все равно первый по всему. У меня место для столицы явно получше. чем у соперника. Давайте аккуратно подходить. Откуда ты же отсюда уже пришел? То есть, где-то вот здесь явно лагерь. Давайте-ка мы сохраним на пророка. Да, ну, он вырастил, видите, до четырех. Ну, у меня сейчас тоже вырастет. Он, наверное, сейчас начал... Только сейчас... А, он Артемида решил построить. Ну, я не думаю... Вы знаете, на этой карте храм Артемида не такой важный... Все-таки... Не такое важное чудо. Нет, давайте, я боюсь все-таки везти без защиты. Я думаю, что где-то вот тут лагерь, скорее всего, и стоит. Не такое уж и важное чудо. А я вместо этого город поставлю, который ускорит мое развитие. Ну, вообще... Оптику имеет смысл ради маяка. Давайте, наверное, оптику. Нет, не здесь. А, вон, наверное, вон откуда. То есть, отсюда из этого лагеря приперся лучник ко мне, а не к Алмате? Странно. из Алматы ты ко мне летела. Так, джунгль я, по-моему, не могу еще вырубать, да? Надо, наверное, все-таки открыть обработку бронзы. Потому что иначе я счастья сейчас не буду получать. Я не могу какао обработать, потому что я не могу вырубить джунгли. Так, теперь Трирему. Тут ставим город. Пока полечимся в Текале. И блин, хочется вообще начинать с пирамиды. Хотя обычно я начинаю с самбаром. Но такое настолько крутое здание у Майя. Так, что Алмата хочет явно убивать варваров. Ну, пока не... У Гонконга явно где-то здесь лагерь варваров, но у Алматы здесь. Причем ни один, ни другой город не хотят, чтобы эти лагеря... Ну, что он ко мне прется? Вот интересно. Так, соперник в классическую эру вышел. Ну, вряд ли в оптику. Неужто он идет в математику и в Петро? Скорее всего, я ставлю на математику. Скорее всего, математика. То есть, висячие сады сейчас будут ставить и потом... Ну, я не знаю насчет Петры, но связка Артемиды и висячие сады в принципе крутая штука. Они друг дружку дополняют. Но я считаю, что все-таки тут важнее быстрее города поставить, чем вот эти чудеса. Так, все-таки на счастье возьму. А то нету счастья вообще. И начинаем караванчики морские. Обработка бронзы. Надо калмате сходить у него рабочего. У них рабочего спереть. Можно теперь и какао обработать. Так, дальше. Наверное, оптику давайте дооткрываем. Потом письменность. Банза Конга. Надо защиту пообещать. Защита повышает необходимое число войск, чтобы дань требовать. Но походу войск у меня больше. Блин, а что я сам не потребовал дань с нее? Блин, не хватило. Так, лечим юнит. На самом деле он бы быстрее вылечился здесь, стоя, но в городе я не плачу за его содержание. Это способность традиции. Вот. В олигархии. Поэтому я его в город и отправил. А так вылечился он бы быстрее, если бы я его оставил там на месте лечиться. Знаете, я, наверное, так оставлю. Пускай не растет пока город. Я сейчас начну его выращивать вот этим караваном. я все равно из Текаля в столицу пока не смогу отправить. Ой, очень хорошо, что этот караван, что этот лагерь не на побережье. Иначе были бы у меня проблемы с караванами. Ну, в принципе, ситуация хорошая. Путь для развития я вижу. Так, мы пошли разбираться. Иду сюда, чтобы увидеть, не захватили ли варвары уже рабочего Алматы. Раз не захватили, надо самому идти. Сначала захватывать рабочего, а потом уже разбираться с лагерем. хотя Алмата хочет уже этот лагерь, чтобы я убил. Вылечу и где-то здесь буду тререму держать на случай, чтобы вот тут лагерь не появился и контролировать, чтобы соперник вот отсюда никакими юнитами ко мне не приплыл. теперь амбар все равно. 10 ходов. Нету смысла строить караван, пока тут нету амбара. Наверное, давайте как раз маяк 4 хода и потом 6 ходов караван как раз итогу 10 ходов, когда амбар построится. философию наверное давайте каменолом не наконец-то откроем, а то взял пантеон, который даже не работает. Так, вижу рабочего, но он в городе сидит пока у Алматы. Куда-то вон туда пошел. Да, ну надо попробовать захватить. Так, а что город не растет? А, я тут вырубил просто меньше еды стало. Пока наверное так оставлю. Маяк мне нормальной еды добавит, тут будет 4 еды. Блин. Парвард сейчас не вовремя пришел. Так, ну я наверное пойду туда во-первых территорию открою, во-вторых я понимаю что Алматы как раз сюда будет отправлять рабочего. Вот так ну ладно будем здесь держать корабль. я пожалуй это выкуплю. Да, вот так получше будет. Вот видите 4, было просто 2 еды а стало 4 еды и 1 производство. Так, теперь правильно, правильно, ставлю на то, что он там висячие сады построил. Сейчас увидим прав ли я. Да. Ну значит я и правильно угадал что он в математику вышел. Вопрос идет ли он еще и в Петру, но судя по количеству пустыни я думаю что он идет в Петру. так ну философию все еще рано но можно наверное давайте откроем лагеря ставить на оленях так тут пойдем каменоломни сначала это и вера ну и счастье от мрамора ну и с помощью мрамора можно быстрее строить тут просто стоим ждем пока Алматы сам не разберется с варварами и пока он не выведет рабочего ну смотрите насколько у меня больше еды и чуть больше производства несмотря на то что чувак два чуда построил на еду которые даже друг на дружку влияют а он даже не открыл еще библиотеки между прочим но он мне кажется он на Петру очень рассчитан мне кажется у него там какая-то Петра которая неплоха в его случае что я сужу по этой пустыне поэтому он там это тоже такая интересная тактика есть но я бы все-таки второй город ощущение что нету второго города он все еще в один играет и я бы все-таки поставил второй город и только тогда уже ставил Артемиду Висячие сады и Петру так ну давайте наверное пока колесо откроем так есть амбар тут продолжаем библиотекой мы играем без великой библиотеки и без великой стены и без голосования в конгрессе так все еще сидит рабочий но и мы не рыпаемся мне надо украсть рабочего все-таки у Алматы я лучше буду в хороших отношениях с Гонконгом чем с Алматой потому что у меня Алмата будет лишних юнитов только давать китов хочет поленки о блин а куда он рабочего повел черт тут наверное ему варвары сейчас починит коров и вернется все-таки так что стоим ждем так и тут библиотеку и этот караванчик мы из текаля отправим мне бы еще одного рабочего сделать одним рабочим хреновато это все улучшать да философию можно открывать поехали в поленки рабочий явно здесь где-то так давайте я проверю не захватили ли рабочего да не рабочий тут наверное вот ремонтирует вот эту клетку блин вот он и вернулся ну а я думаю что захвачу следующим ходом надеюсь так 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 пожалуй пойдем пока сюда захватили рабочего тут растем тут растем где у нас еще у нас еще не обработан жемчуг так и пожалуй все но еще у нас вот есть специи блин все еще пока Гонконг вот это чудо не забрал вообще города государства очень редко чудо забирают так что я думаю возможно нам имеет смысл будет так поставить город чтобы оба этих чудо забрать и это либо на корову либо на спец я бы конечно больше на корову ставил так мы здесь вот так пойдем потихонечку библиотика давайте наверное сначала рабочего а потом сразу а еще и три хода до нас колледжа так что рабочего точно я сделаю так вопрос делать мне сначала рыбацкую лодку или маяк наверное все таки маяк у нас пока счастья достаточно пока живем да но демография показывает что все таки ошибкой является играть в один город он явно в Петру идет потому что до сих пор библиотека не открыта это просто вот прям гадалки не ходи сейчас он Петру еще построит я думаю я думаю что мне наверное надо просто всадников выйти всадников понаделать всадников ему там пограбить это тоже проигрышем будет мне кажется что одним городом с такой с таким фокусом на производство мавзолей геликарнатский тоже хорошее чудо но может все таки Петры нету не хочу пока трогать так рабочие вот теперь можно и нацколледж блин я бы хотя бы ладно сколько посел давайте сначала посел а пока посел будет идти сюда я нацколледж доделаю так давайте всадников так откуда я не понял надо проверить не появились ли тут вар я не понял откуда почему у меня раненая галера и ну вообще откуда я уровень получил неужели тут где-то вары прошли тут стоит лучник которого я не вижу меня обстреливает вот отсюда золото золото и серебро или побить этот лагерь что-то неохота пока иду сюда чтобы засвечить эту территорию чтобы не надо было юнитом каким-нибудь идти если чё тут я хорошо сейчас становлюсь на самом деле да лучник был ладно тут постоим полечимся так ну наверно корову пока сюда так ну наверно стою пока здесь засвечиваю территорию просто даже пропущу ход встану сюда поселом сюда денег 253 но надо будет в первую очередь шерепаду конечно выкупить тут у нас тундра да так что вырубать вырубать не стоит ой как дебильно действует варварский лучник конечно даже на воду спустился просто вместо вместо того чтобы по холмам идти где ему меньше урона наносится так ну вот сейчас точно да наверное все таки рыбацкую лодку сначала жемчуг точно надо обработать рыбу попозже я буду буду обрабатывать рабочим сюда встану чтобы сразу начать специи о а а почему я уже вижу петра все-таки построена ну наконец-то так сколько у него городов да у него один он одним городом все еще играет прикиньте это смешно но не стоит не стоит это фа еще могло бы прокатить и то очень опасно а в дуэли вот так я понимаю это круто это крутой набор артемида петра и висячие сады но в дуэли ты слишком отстанешь в развитии и ты ну не догоняется это этими чудесами понимаете так а мне надо два хода подождать подождите ка чуть город не поставил два хода подождать чтобы нацколеж построился иначе мне придется ждать библиотеку в этом городе так ну к чему будут поклоняться у нас наверное яхве два хода ждем давайте вот здесь шахту один ход так пропускаем пропускаем жемчуг обрабатываем наверное ты уже с этим лагерем что-то делать так сначала а у меня лошадей нету блин вообще даже на карте лошадей не вижу ну блин а у гонконга нету и у гонконга нету и у бандзи конга нету ну кайф давайте скаута хотя бы отправлю туда блин что-то я всадников решил делать не посмотрев что лошадей не просто у меня нету их даже на карте у меня нету очень хорошо я тут ну крокотал потом по остаточному принципу заберу я думаю так он второй город вообще планирует ставить выглядит что нет так давайте я постаю тоже пока я надеюсь тут сейчас лучник пообстреливает дуболом и мы этот лагерь заберем в итоге еще разинхрон да ну бывает бывает тем более высокий пинг с соперником так вернулись нормальные отношения с алматой так у него только с деньгами получше ни производства ни еды уж тем более по науке он блин отстает офигительно просто не знаю мне кажется оно того не стоило давайте оракул пожалуй построим я думаю я уверен что мне напишут что надо было вместо маяка строить великий маяк я с этим не согласен в два с половиной раза дороже постройка великого маяка в производстве стоит тем более в этой ситуации вообще бессмысленно мне кажется если бы мы оба были на воде то имело бы смысл попробовать как-то догнать так давайте колосс наверное попробуем а так как и я только я на воде а сопернику вообще морские чудеса не нужны или там ну чтобы больше быстрее бегать по воде то смысл так у меня кстати больше армия но явно по традиции тоже пошел давайте проверим да кстати а мы традицию тоже еще не закрыли тут вопрос надо ли мне это какао обрабатывать что-то не охота я бы скорее вот этот холм обработал а потом бизонов так вот тут мы вырубим кстати давайте-ка то есть он все еще одним ага вот он следит за мной он все еще одним городом играет да охренеть так я наверное надо будет вот сюда на воду спуститься или сюда давайте сюда наверное через бандзукон как попробуем хотя бандзукон что еще хочет ага я выполню кстати это задание если за союжу гонконг мне надо туда караван либо с лагерем разобраться вот с этим ну это не скоро все-таки ладно храм я могу сады на озере из-за того что город на озере то могу сады еще построить кстати это неплохо может путаю софью не 12 ходов блин что-то ладно давайте рыбацкие суда здесь буду строить если олени в лесу на тундре то леса можно спокойно вырубать видите ничего не отнимается а получим производство это же просто в очереди две рыбацких лодки сделаю на эту рыбу и на эту рыбу о бактун же уже произошел так слушайте а давайте пророка возьмем реально так значит берем пагоды и берем наверное защитника веры чтобы просто соперник не взял и тут собственно ставим на покупку пагод отлично тоже способность мая теперь каждый каждый бактун нам будут давать какого-то великого человека ну на выбор наш одного и того же мы не можем брать то есть пророка я уже больше никогда не смогу взять а вот остальных сможем так закрываем традицию тут exploration начинаем принимать потому что вот это вот этот civic даст нам три производства во всех прибрежных городах то есть во всех моих городах плюс три производства просто с ничего ну давайте наверное здесь колосс построим а здесь парфенон просто чтобы больше культуры шло ну не знаю выглядит демография конечно тот факт что он не ставит почему-то второй город ладно он в эту Петру побежал но без второго города я вообще не понимаю как он собирается на что он рассчитывает так так спросим я наверное из чеченицы отправлю в Гонконг вот построив колосс я получу бесплатного бесплатный караван и отправлю в Гонконг выполню задание на караван за союз Гонконг и о пагода уже в поленке куплена так а у нас в других городах религия появится вообще за союз Гонконг у меня появится драгоценности потому что Гонконг как раз дает драгоценности соответственно улучшится отношение с Банзой Конга может и ее за союз потом Мамбаса но он явно должен караваны в Мамбасу отправлять у нее нету второго города зато есть караваны хотя бы как минимум от Петры я думаю сейчас я ему там караван разграблю ну пока не меняю но в принципе если быстро будет набираться то надо наверное миссионера будет купить не хочу строить эту Стоунхендж построил то есть он вместо поселенцев строит Стоунхендж ясненько понятненько ну наверное в гражданскую службу а зачем я компас открывал кстати ну ладно тут выхлоп от рыбацких лодок хотя бы еще один еще один торговый путь но вообще вообще как бы не особо мне это надо было а вот и караванчик ой это он конечно самонадеянно караваны так поотправлял я не понимаю чего он город то не ставит реально одним городом хочет сыграть ему просто повезло что у меня лошадей нету без лошадей как-то грустно тоциму ну наверное попробуем тут как-то прорваться он обстреляет я разграблю а блин убить может убить может конечно так и щеченицы это у нас колосс построили дали бесплатный караванчик великую библиотеку нельзя строить эпик надо в столице делать ну кстати харбор можно сделать чтобы дорогу не проводить между Текалем и Поленке там и там харбор сделаем и у нас будет соединено пусть отшелс торговый путь есть блин-блин а я забыл ребята это я тупанул что-то уже расслабился наверное надо миссионера купить чеченицу и сколько стоит 130 или барабудур построить следующий бактун а давайте наверное артиста не или подождать какое-то чудо быстро построить я думаю чеченицу я и так построю первым возьму артиста но я дождусь постройки чеченицы не буду его использовать пока чеченицы не построятся чеченицы через два хода можно будет строить засоюзил гонконг следующим ходом видимо дружба хотя аггшки не хотят никакого великого человека нет алматы хочет великую библиотеку которую нам нельзя строить ну вот видите с манзы конга дружочками стали один ход до чеченицы давайте рынок не знаю кати как с этим лагерем разобраться это мне так подождите а железо у меня есть у меня нету ни лошадей ни по ходу железа ну хотя вот сейчас оно есть у меня за счет гонконга может мне выйти в рыцарей это шестерки рыцарей железо требует дэн ну и тут надо будет дорогу провести еще плюс производство зашибись блин у меня столица сама аж вот досюда выкупила клетку прикол что я могу видеть что там Сангай делает значит так а куда Катя Сангай в средневековье вышел 212 212 184 а ну чеченицу ему не получится построить хотя хотя это все производство в его столице там у меня даже в столице даже без Петра выше производства да это чеченица тем более я еще раньше в нее вышел чем он так что явно чеченицу мы раньше построим этот юнит не может меня разграбить морской караван наземные юниты только на земле могут грабить на воде не могут но не не в какие-то более мощные юниты надо выйти универы сейчас построю да может просто после универов мушки мушки мушкетмены застроить мушкетменами и пойти его взять как бы я не знаю человек почему-то в один город решил играть невозможно победить таким образом вроде начало у него было неплохое так куплю миссионер не хочу я барабудур просто строить вообще пускай он строит барабудур если ему так надо миссионер соброшу чеченицу потом текаль он основал религию и что же он там взял плюс два золота за каждый город у него один город это конечно прикольно хотя знаете он наверное все-таки поставил уже город сейчас я проверю нет прикол мне тут банза конга и алматы надавали юнитов уже 10 так бы 6 было а так добавило 9 без чеченицы было бы 6 ходов катя в чеченице можно великий маяк все-таки построить ну просто чудо оно и есть чудо почему бы и нет так ну видимо какой-то караван просто думаю что надо наверное наземный караван в чеченицу чтобы чеченицу чтобы можно было выра отращивать пока писателей не хочу использовать и так будет и так много культуры мы сейчас лишние какие-то будем принимать явно цивики которые не особо нужны так универы ну я бы наверное просто прям в мушкетеров пошел сейчас и так все мы не И тут универ Ой, очень сильно соперник должен уже отставать Он уже даже по науке на 8 отстает Производство в 2 раза Еда в 2 раза Деньги в 2 раза Ну, у меня, правда, золотой век еще при этом По солдатам Кстати, он не отстает Зачем-то строит кучу солдат Ну, удачи Я-то более современными приду Так, что ГГшки хотят? Это я не могу Мбанзу Конга обратить В Гонконге В Гонконге Караван Вот Барабудур построил Ну, это смешно, конечно Барабудур Ну, мне кажется, все-таки слабенький соперник Понятно, если вначале он вот в Петру Он все очень правильно сделал То потом что начинается? Я не знаю, вот фига Барабудур У тебя твой город обращен в религию У тебя еще 2 города только остается Он поплывет ко мне, что ли, миссионерами Исследовать территорию Так у него не получится Ну, хотя, как скаутов, в принципе, интересная идея Так, давайте Ставим на покупку пагоды Так Ну, что же, пора ученого взять Посадить В академию Блин, не успел выбрать в поленке Производство Мастерская Мастерская Так, и здесь надо этих У меня, кстати, в Втекали даже клеток уже для обработки не хватает Он У него население растет быстрее, чем территория Ну, ты что тут принимать Счастье за каждый Маяк Порт Ну, счастье и так немерено Ну, вообще-то интересно Вот дальше пойдать Наверное, дальше Эксплорейшн будем Потом вот эту возьму Заистиндийскую компанию Счастье и так Анкарвата интересная тоже штука Быстрее все клетки присоединим Ай, Софья Такие Интересные чудеса строят Как бы Ну, главное, зачем В чем идея постройки именно вот этих чудес Что-то он укрепил религию Нет еще Ну, а Софья дает пророка Он сходил в эти города обратил То есть он все-таки немец миссионеров Вот, укрепил религию Давайте смотреть Так, это было Эрмитаж дает Пять культуры И пять туризма И каждый великий человек Пятьдесят вер Но у него еще геликарнаст То есть у него Использование великого человека И веру дает теперь И шестьдесят семь золота С другой стороны Нафига Ему это У меня без всего этого куча денег Например Даже не хочу Ноттердам строить Честно говоря Что и так счастье немерено Все, все пагоды куплены Марки тоже наклеены Тишина в холодильнике Продолжение следует... Пойду, наверное Не хочу какао обрабатывать Потому что видите Мне тут дает Две науки Потому что тут джунгли Если я обработаю какао То джунгли придется вырубить Не хочу У меня одно какао есть Торговать мне им Не с кем Так, а что ггшки еще хотят Дорогу в Алматы Не, наверное не хочу Так, манзуконга Обратить Лошадей Вот это конечно хорошая Но нету лошади Кстати, а у соперника Есть лошади? У него есть лошади Кстати, он их явно исполнил Потому что три штуки Не может быть Количество нечетным То есть он как-то Лошадей использовал Лошадей надо смотреть Чтобы он тут не Прискакал ко мне Он только по армии Меня опережает Это конечно весело Но он какой-то Он какой-то челлендж Видимо делает Игру в один город Но невозможно В пятерке Со всеми дополнениями В один город Можно было до выхода Brave New World Играть Караванов Пока не было караванов Так, сколько у нас ходов Два хода До мушки Ну давайте, наверное, бараки Спасибо Не, не хочу Спасибо Угу Так, ну давайте Тут великий маяк Наконец-то построим Тут я начну Армари Но Я сразу переключусь На мушкетеров Надо уже будет Заняться Наконец-то Соперник Вот сколько мы тут Будем сидеть Домики строить А, блин, тут Тут Не как Не как В шестерке К сожалению, видите В шестерке Я бы мог бы апнуть Этого мечника В мушкетера А тут надо сначала В длинный меч Апнуть А так как нету железа То я не смог Не могу это сделать Вот такая вот Печалька Слушайте, я, наверное, тогда Удалю просто Этот юнит Смысл Я не вижу Как я могу Железо Получить Вообще Зачем мне Железнберг Гонконг Может давать А, блин Вообще мог Да, Гонконг Давать Я мог Засоюзить Гонконг Ребята, да Так, что-то я Ну, мне шпиона Отправить некуда Наверное, давайте Я посажу К себе В столицу Пока Правда, мой соперник Тоже не видит Столицу Мою Ребята, я хочу Субтитры сделал DimaTorzok Момбаса хочет, чтобы я забулил Мбанзу. Это, кстати, можно организовать, я думаю. Нотр-Дам. Не, найду пока. Нет, не хочу на производство отправить. В принципе, производство есть. Города надо отращивать. Вон сколько. Генерала возьму уже. Точно не помешает. Блин, тут не высадится. Ладно, пропустим ход. Благодаря вот этой штуке я могу здесь крепость поставить. Вот на том месте, где пикинер стоит. Собираю писателей, пока не хочу их использовать. О, я могу и рационализм догадаться. Конечно, сначала и рационализм принимаю. Не буду пока закрывать тогда торговый флот. Потому что он чисто на деньги, а рационализм все-таки на науку. Так, караваны больше никто не хочет, да? Я бы, наверное, тогда удалил этот караван и наземный сделал, чтобы вот между нашими этими городами два наземных каравана построить. КОНЕЦ 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 Блин, только я хотел захватить. Блин, это было на ровную местность, а не на... Ладно. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну мы конечно еще не победили Но я и не вижу Вариантов у моего соперника Прямо скажем Я бы сюда ставил крепость Ну пока побьюсь Потому что генерал дает Сколько? Плюс 15% к силе юнитам В радиусе Так что пока Повоюем Субтитры создавал DimaTorzok Так надо наверное Требушет в пушку превратить, да? Нормально у него арбалетов Мне конечно тоже надо Побольше арбалетов сделать Не вижу его в столице Еще до сих пор Тут просто встану в защиту Странно он сюда встал Но решил обстрелять Этого моего Мушкетера Анна, я думаю Надо бы Поотступить Видимо В этом месте Мне нужно больше Арбалетов Конечно же Моя боже Как он тут будет Защищаться Я не знаю Может мне Посидеть дальше Поразвиваться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто держу здесь Ученого на будущее Как сильно отстает от меня соперник На 9 технологий Субтитры создавал DimaTorzok Надо было сюда подойти Наверное Блин, ну вот тут меня могут Зажопить Пожалуй Надо отступать здесь Мушкетерами Опять же Можно было лечиться и на воде На самом деле Так, к сожалению Набилось на пророка Ну это автоматом Я никак не мог это изменить Пойдем, наверное, тогда этого Банзуконга Обратим Пророк намного лучше обращает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно Чудеса будем строить Сидеть Ладно Ладно Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мне, наверное, надо Делать посело Ставить город тут Вот здесь где-то И так уже продавливать Ладно Что-то не хочется тут высаживаться Ладно, высажусь Блин Да Не очень Мне надо было куда-то сюда высаживаться Я не увидел, что тут болото На самом деле Так и тут болото Ну, мне надо где-то город Где вот тут у меня Стоит арбалет Где-то там надо город ставить КОНЕЦ Так, ну я бы, наверное, отступил этому арбалету хана. Пошли в индустриализацию. Ну, посидим, домики построим, что я могу сказать. Человек как бы проиграл уже, но хочет, чтобы я его именно что взял. Похвальное желание, я считаю, ну, в принципе. Блин, альгамбра. Альгамбра хорошая штука на культуру была бы. Так, и к эти инженеры я, по-моему, не брал. Блин, а я уже в упор не помню, когда у нас... Просто думаю, ну, взять инженера и... Вот эту башню добить именно инженером. Ну, ладно, давайте-ка, лизей пока. Там не важно, что предлагать, потому что мы все равно не голосуем на конгрессе. В конгрессе. Хм. Арбалет. Вообще, я потерял только один юнит, вообще-то, по-моему, в этой атаке, нет? Нет, если я ничего не перепутал. Так, давайте рыбацкую лодку. Тут. Сады. Фермы. Все, все. По всему уже впереди. Девять технологий. Обращение в иудаизм, вон, как сразу повысило. Так, что тут еще? Дорогу не буду делать, по культуре я явно лидер. Лошадей не присоединю, дорогу в Гонконг тоже, наверное, не буду. Кстати, надо пойти с... А, уже раз... Нет, не разобрались с Варой. Надо пойти с Варой, мне разобраться будет сейчас. Смотрите, тут армия без дела. Прохлаждается. Аж два квеста Мбанзы Конга выполнил. Так, там я не смогу поставить... Ну, давайте сюда, в ферму. Не смогу поставить... Торговый пост на этих клетках. Так, пошли, наверное... Заодно тут исследуем территорию пророкам. Блин, 22 счастья. Конечно, все на еду. Приказал, что я тут на его территории такую уже... Просто ничего не делая уже такую территорию отъел себе. Так, он вышел в Ренессанс. Печатный пресс. Неужели... Блин, знаете, что... А, я Гао увидел. Подождите. Мне надо в Гао. Не, ну, у меня приколы, что человек, конечно, в один город играет. Это прикольно. Сейчас я проверю. Он все-таки в один город. Да, в один город. Мне кажется, это какой-то... То есть, воюет он... Прикольно. Мне кажется, у него какой-то челлендж такой. То есть, он сам себя развлекает таким образом. Я не думаю... Я все-таки не считаю, что он слабый игрок. Ну, судя по действиям армиями, например. У него такой челлендж, он в один город хочет сыграть. Кто мы такие, чтобы ему запрещать? У него был инженер. Ну, интересно. Хорошо, пизу построил. Да, блин. Ну, ладно. Так. Я тут всю территорию вижу, да? А, Гонконг уже обратился. Алматы обратил. Так, так что мне с этим апостолом делать тогда? Мбанзу пойти обратить, что ли? Блин, надо... Давайте сначала до индустриализации откроем астрономию. Надоело, что по океану не могу плавать. И потом тогда индустриализацию. А, Гонконг уже обратился. Кстати, а вот все-таки лошади есть. Очень далеко будет сюда в этом радиусе. Когда-нибудь чеченец до них дотянется. Но когда до них дотянется чеченец, они мне будут уже не нужны. Скоро у нас золотой век через ход. Тикаль вообще просто обрабатывает все клетки, которые может. Хотя можно уже не золочивать, нифига. Терло обрабатывает все клетки, которые может. да и здесь, я думаю, можно не... А, нет, тогда уберем. Хотя... Не, надо все-таки религия пускай накапливается. Так, тут все... Так, тут все... Так, первых мы начинаем с золотой век. Вторых, еще один писатель. В-третьих, мы можем взять еще великого человека. Так. Театр Глобус строит. Кстати, может... Может уже не инженера тогда брать. А ну вот на что мне сейчас инженера тратить? На химедзи? Волом. Давайте на... Попробуем Мамбасу засоюзить. Так, химедзи мы так будем строить ручками. Посмотрим, как с углем. Ну, вот он, например, даже не может, играя в один город, не может идеологию нормально принять. У него 115 науки. Спецы у него только в универе сидят. Даже у него культуры особо нету. Честь. Ну, это плюс 15 там. Не, он, наверное, на генерала именно взял, чтобы быстрее генералы набивались, да? Так, дайте апнем в каравеллу. Так, а какие у нас вообще клетки? Вот эта клетка не обработана, и все, в принципе. Банза конга дала пушку. Текстинскую капеллу. Текстинскую капеллу. Текстинская капелла. Жалко, но я ее даже не открыл. У меня даже нету смысла пробовать. ИНТРИГУЮЩЕЙСКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Ну вот по-хорошему у меня только эта клетка не обработана и эта. Эти не обработаны, но я и не хочу их обрабатывать. Все остальное это уже четвертый радиус. Это последние две клетки я сейчас обрабатываю. Ну и вот эта еще одна. Вот тут контролировать. Сколько он тратит на содержание этих войск? У него неужели в плюсе все еще? Да, плюс 10. Э, как? А, блин, если бы я... Я забываю, что тут невозможно сквозь юнит пройти. Немножко тупо. Так, а пойдем-ка мы лошадей этих обработаем. Он просто сидит в один город, конечно, развивается. Вообще зашибись, парни. 7 угля у меня есть, а у соперника я угля не вижу. Вот только если здесь. Ну это, скорее всего, банза Конго будет. Парень сикстинскую капеллу вовсю строит. Пишет... Пишет ГГ, сдается. Пишет, что у него плохое место для второго города. Но я считаю, ему надо было второй город любой стать. Но, очевидно, у него место хуже. Но играть в один город, ну это просто не вариант. Ну, пишет, что он пытался культуру... Ну, блин, одним городом... Одним городом просто невозможно ничего сделать. Я не очень... Какие бы плохие места ни были, вам надо ставить и второй, и третий. Ну, то есть, возможно, ему можно было волю попробовать и на таком говняном месте какие-то... Не знаю, уход... Городов пять поставить. Но, в принципе, он сражался храбро. Спасибо ему за игру. А вам спасибо, что посмотрели. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.